Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Сейчас журналистов пересадили в менее комфортабельный автозак. Здесь намного меньше места. Но мы едем на вокзал для того, чтобы посмотреть, в каких условиях перевозят заключенных по железной дороге. Сотрудники Управления по конвоированию Забайкальского УФСИН провели для журналистов краевых СМИ экскурсию, во время которой подробно не только рассказали о работе конвойной службы, но и конвоировали их в автозаках до спецвагонов, в котором перевозят осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Во время пресс-тура чтенские журналисты смогли не только осмотреть автотранспорт, на котором перевозятся осужденные, но и сами проехаться в автозаках и на местах заключенных. Затем на железнодорожном вокзале провели экскурсию по вагону для перевозки спецконтингента. По плановым железнодорожным караулам спецконтингент конвоируется по маршрутам Чита-Краснокаменск, Чита-Нерчинск, а также в Амурскую область. О служебной деятельности Забайкальского конвоя рассказал начальник управления по конвоированию полковник внутренней службы Александр Сегаев. Побегов и срывов службы не было. Я считаю, что да, лично состав управления по конвоированию добросовестно выполняем свои обязанности систематически совершенствуется профессиональное мастерство, систематически ежегодно у нас обновляется техника, которая более приспособлена к нашим условиям, которая систематически уже совершенствована. С момента поступления сотрудника на службу, то есть первоначальная подготовка, потом ежегодно в процессе службы сборовая подготовка, где проводятся не только, еще раз говорю, теоретические, но и практические мероприятия, а также доводятся все те нюансы, которые бывают по службе во всех тех органах России. В настоящее время в ведомстве есть 8 спецавтомобилей по перевозке спецконтингента, которые начали поступать еще с 2008 года. В каждом из них можно отконвоировать от 15 до 32 человек. В каждом автомобиле установлена система спутникового слежения «ГЛОНАСС», которая позволяет в реальном времени отслеживать маршрут движения спецавтомобилей. Мониторинг ведется оператором в дежурной части управления. Также в распоряжении находятся 4 спецвагона для этапирования. Один из них – нового образца, с повышенными условиями комфортности для перевозимых заключенных, системой кондиционирования и вентиляции. Установлены паильники, которые подают прохладную кипяченую воду. Есть биотуалет, которым можно воспользоваться во время длительных стоянок и нахождения в санитарных зонах. Если говорить о личном составе, обеспечивающем конвоирование осужденных, то в этом вагоне для них предусмотрена отдельная кухня с мойкой, плитой, холодильником и микроволновкой. Также есть отдельные помещения для начальника караула и для отдыха личного состава. Есть здесь и душевая кабина для сотрудников. Стоимость такого спецвагона составляет более 30 миллионов рублей. До 2017 года их состав планируется значительно обновить. Александра Двонтьева, Илья Татауров. Специально для Забонфору.